Следующий вопрос. У меня есть несколько статей, да, уже дискуссия такая была, в принципе, не телевидение, в принципе, но такая заочная дискуссия, когда несколько статей, так сказать, но уже пророк России и так далее, помните, да, писали там в Архангельске, там священник, протеерей писал несколько статей, ну, против меня. Ну, чем закончилось? Тем, что я показал, что это батюшка, полнейший невежда, не только, так сказать, в вопрос, который он затрагивает, но даже в том же самом-самом христианстве. После чего, ну, в моей статье, там, «Блаженничий духом», один, два и так далее, прочитайте, там будет видно, что после того, как я ответил на несколько статей, которые священники нападали, стали, им тут же дали по большей части, не лезьте, иначе хуже будет, потому что польза была наоборот. Вот, вместо того, чтобы они напали на меня и, так сказать, меня размазали, получилось наоборот. Я размазал их, и они все шарахаются, и они не пойдут, потому что после того, как были написаны эти статьи, многие люди, даже верящие христиане, прочитав статью, где я поднял вопрос, вот есть один бог, я христиан, один и тот же бог. То есть, его имя, Яхвай, ну, наиболее известно. Вот, и что же этот бог говорит? Одним говорит, что я вам дам все богатства миров, и все народы мира будут вашими рабами. И тот же самый бог говорит другим, тем, кого он дает, чтобы рабами были, что вы будьте рабами и смирно избейте свою рабскую судьбу. Когда я поставил вместе две, так сказать, сути одного и того же проявления, я говорю, какой же это бог? Почему же он к своим детям относится не одинаково? Этим детям он говорит одно, а этим детям другое. Вопрос, бог ли это говорит, если был бы такой бог? Вопрос. Ну, понятно, да? И вы знаете, когда люди прочитали, даже верующие, не фанатики, перестали верить, потому что они поняли, что это инструмент социального оружия для того, чтобы манипулировать сознанием людей. И что, когда эти люди стали ходить и помогать, пытались другим дать, чтобы они почитали, батюшка там, где они это делали, объявил, что я уже антихрист. Мне по рангу, понимаете, знаешь, как быстро меня возвышает, то лжепророк. Вот когда я разбил, что лжепророк, и что я не мог быть пророком, потому что пророки только будут в религии, а я атеист, то они мне уже объявили антихристом. Смотрите, как быстро пророс. Так батюшка говорил, что Левашов антихрист, и не касайтесь его антихристских статей. Но если вы так боитесь, о чем это говорит? Как бояться, да? Если там правды нет, а чего бояться? Если за ними стоит правда, что бы я ни писал, правильно? Что бы я ни говорил, правда остается правдой. А то, что запрещают людей прикасаться к материалам моим, говорит о том, что они боятся, потому что люди, которые не полностью зомби, прочитав, поймут в том, что действительно, где же правда? Если Бог один, Он создал всех и вся, и тех, и других. И одним говорит, что вам все, и вы будете процветать, и будете рабовладелиться. А другим говорит, что вы будете рабами. И чтобы вы были смиренными рабами, ничего не смиренными, потому что это ваша доля. Вот людям это становится действительно понятно, очень просто, потому что, к сожалению, люди, большинство верующих, они никогда в своей жизни не читали ни Новый Завет, ни Ветхий. Они только ходили в церковь, в лучшем случае, и слушали проповеди батюши, которые говорят. А вопрос, как вы думаете, вы знаете, когда Ветхий Завет был введен в христианство православное? Ну, правоверное правоверное, правильно, можно сказать. Ну, кто? Знаете что-то? Правильно. Только еще при Николае II Ветхий Завет был приказом уничтожить, когда его издали. Знаете об этом? Только в начале XX века правоверные христианства, которые называют православными неправильно, о правоверных христианах. Помните, Рапурский писал, правоверный христианин, помните, пишут поэмы, помните, да? Не православный, а правоверный христианин. Так вот, правоверное христианство было внесено в Ветхий Завет только в начале XX века. А до этого Ветхий Завет Святой Книгой не считался вообще. Потому что если бы мы его ввели бы в XII, XIII, XIV, XVI веках, то тут же был бунт народа против того, что там излагается паразитическая суть и превращает людей в рабов. Не прошло бы. Вот только в начале XX века это прошло. Поэтому священниками они боятся дискуссий, потому что в дискуссиях они, вот я наблюдал дискуссию священников, Чудинов вел беседу, там был ток-шоу какое-то, и на этом шоу передачи Чудинов что-то еще говорил. И батюшка начал критиковать, вот вы типа не специалист в Священном Писании. И типа вы не понимаете, то есть человек не умеет, если человек прочитал и читает то, что написано, оказывается он не может понять, что прописано, написано. Это что, человек идиот полный, да? Получается, что если прочитал и видишь, что прочитал, значит нет, ты неправильно понимаешь. Но, к сожалению, понимаете, что я обратил внимание, на телевидение, если какие-то дискуссии ведутся, обычно приглашают людей, которые не умеют дискутировать, они не воины, они не умеют сражаться за правду. Не то, что говорят, что нужно все средства хорошие, нет. Просто нужно хорошенько понимать врага и понимать. То есть, если бы мне сказал бы священник, что вот я типа не имею права интерпретировать, что написано, допустим, в Библии, в Торе, во-первых, не интерпретировать, а произносить то, что написано. Интерпретация – это изменение или искажение чего-то. А если это написано, уничтожение и так далее, это не интерпретация, это констатация фактов. Так вот, когда Бог говорит это, мы должны понимать вот это, вот это, вот это, вот это. Любой священник всегда ответит на это. Так. А я бы быстро любого священника посадил, было уже очень просто. И вы бы посадили, если правильно задать вопрос. Нужно правильно задать вопрос. А правильный вопрос заданный просто как? Скажите, вы верите в Бога? Он скажет, да, конечно, это вот скрижали, которые Моисею Бог передал, так сказать, в Синае? Да. Значит, это слова Господа Бога. Правильно? Правильно. Значит, вы считаете Бога дураком? Если вы считаете, что Господь Бог не умеет выражать свои мысли, и что вы, Его служители, должны комментировать, пояснять, что Он хотел сказать, знаете, как недоумок, да? Ну, получается, Бог недоумок, получается. Правильно же? Ну, как же, вот написано здесь, это Его слова. Но вы должны понимать, что Он, когда сказал это, имел в виду вот это, вот это, вот это. А вот когда Он написал и сказал здесь, Он имел не это в виду, что написано, а имел вот это, вот это, вот это. Что это получается? Что любой интерпретирующий вот так Ветхий и Новый Завет является кем? Редактором Господа Бога. То он считает, что Господь Бог дурак, и что Он выше Господа Бога. И что бы этот священник ответил на это? Ну, это, видите, самое важное, правильно задать вопрос. Понимаете? Поэтому, когда начинает, вот не умеет вести дискуссии, это наша проблема. Что мы, большинство, не воины. То есть, тут же, кто-то напал, ты дурак. Ну, сам дурак. И все дела. А ты больший дурак. Нет, ты больший дурак. Нет, ты еще больший дурак. А ты вообще огромный дурак, да? Это дискуссия? Нет. И на это наши враги делают, потрясающие. Вот они в диспутах очень сильно. То есть, они начинают заводить человека, уводить его, выставляя его дураком полным. Хотя он начинал все правильно, уводит от сути, уводит в сторону. И начинает показывать, что вот он дурак, у него, допустим, не такая обувь на ногах, как ему кажется. Ну, условно, скажем так. И на это он замыкается, и все уже забыли, с чего начали. И только помню, что вот он дурак в этом плане. Вот что я вижу на телевидении происходит, когда происходят диспуты. Или это специально подбирает таких людей, которые не в состоянии, или это играют. Тут уже на совести те, кто это делает. Или они просто не могут оставить свою позицию грамотной. Или играют по данному сценарию. Это уже на совести те, кто это делает. Но пытались несколько раз меня, так сказать, приглашать на несколько передатчиков, пытались выставить дураком. Получилось наоборот. Потому что не так просто мне дураком изобразить. Изображать дураком, знаете, когда ложь вполне шлюют. И когда, так сказать, иногда читаешь некоторые вещи, которые там, я периодически просматриваю, что там по интернету ходит. Иногда такие, ну, просто читаешь, просто думаешь, ну, где же такое взяли. То есть, самый лучший вариант, потому что ничего лучшего придумать не могли, что из-за того, что моя фамилия Левашов, и есть три слова Л и В, три буквы Л и В, в моей фамилии. А он из высшей касты Левитов. Это у кого-то наука какая-то есть. А кажется, Лев, ну, царь природы, да, Лев, у нас Левит, сто процентов. Ну, как же. Все имя, только одни из букв левитских слов, Левит, да. Ну, три буквы, все сто процентов три буквы оттуда. Но он царь, видно, не только. Оказывается, знаете, кто царь Левитов, иудейский? Лев, царь природы, вот с гривой. Ну, получается так по этой теории. И получается, знаете, у нас левая нога, левая рука, левый глаз, левое ухо, левое половое тело. У нас Левиты все. Потому что в названии есть три буквы, имя левое. Понимаете? Ну, вот когда такие, вот когда ты читаешь перлы, ну, думаешь, из какой псевдома сбежал? Или я сбежал из псевдома, или я попал в псевдом. Ну, вопрос, что считать псевдом, да? Потому что вот такие рассуждения, как, говорится, клиент палаты номер шесть, по-другому не назовешь. И так далее такого плана. Понимаете? Но никто никогда ни разу не смог не спорить ни одной позиции, которую я высказывал или доказывал. Ни разу. Обливали грязью, как только кому не лень. Ну, вы понимаете, как говорится, дала специальный приказ, не только в отношении меня, естественно. У меня специальное подразделение есть, которое занимается тем, что обливает грязь на интернете. И специально, вот, кого врагов, скажем, считают, ну, я один из них, врагов номер один. Потому что я разоблачаю всю их суть паразитическую. А паразитам это очень не нравится. Но система защиты этой паразитической системы, наверное, вы знаете сами. Ну, не только наши, наши тоже работают хорошо в этом плане. Хотя не называются многие. Так, ну, следующий вопрос. Пока еще время есть, да? Сейчас, значит, последнее, что? Снятие блокировок, кто захочет освободиться от блокировок, значит, просто подумайте, кто не хочет от них освобождаться по каким-либо причинам, просто подумайте, что не хочу. А те, кто хочет, просто настройтесь. Сейчас я проведу работу по снятию блокировок, чтобы помочь вам в движении вперед. Готовы? Поехали. Ну вот и все. И даже не больно, да? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...